Очищение кишечника семенами льна в домашних условиях. Девять способов как очистить кишечник семенами льна дома. Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале Доктор Скачко. А я врач, питотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео. Что стоит делать чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно. Как провести очищение кишечника семенами льна в домашних условиях правильно. В интернете есть много разных способов очищения кишечника семенами льна. Я основные из них здесь озвучу. И расскажу как плюсы, так и минусы. В каждом способе есть свои особенности. Их нужно правильно использовать в зависимости от индивидуального уровня вашего здоровья. И конечно же самый простой способ очистить кишечник семенами льна. Это использовать семена льна в чистом виде. Иными словами. Вы добавляете семена льна в готовую пищу. Либо в салаты. И употребляете таким образом. Конечно я понимаю когда беговую лошадь перед забегом готовят таким экстремальным способом. И дают цельные семена льна. Находящиеся на их оболочке слизь в водной среде будет увеличиваться в объеме. Увеличивается объем каловых масс. Кишечник у лошади очищается. И лошади вам кажется что ей бежать легче. На самом деле в этих условиях прекрасно растворяется цианогенный гликозид линемарин. Синильная кислота попадает к мышцам этой лошади. К сердцу этой лошади. К жизненно важным органам. А самое главное к мозгу. И блокирует кислородный путь обмена веществ. Иными словами лошадь вроде бы готова. А бежит она не так резво. Я понимаю конечно же беговая лошадь стоит 100-200-300 тысяч долларов. Подумаешь какая ценность? Организм человека стоит дороже. Поэтому такой экстремальный способ я не советовал бы применять по отношению к человеку. Если вы курите и бросите курить вовремя. И вам не понадобится пересадка сердца и легких в комплекте. Вы сэкономите 500 тысяч долларов как минимум. Иными словами вовремя бросить курить. И вы можете завести себе небольшую такую конюшню породистых лошадей. И зарабатывать на этом интересном способе времяпрепровождения. А добавлять цельные семена льна в пищу здоровому человеку я бы не советовал. У вас зубы недостаточно подготовлены для того чтобы измельчить семена льна. И добыть те полезные вещества которые находятся внутри. А именно ценные белки. Очень важные жиры с ненасыщенными жирными кислотами. Жиро- и водорастворимые витамины. Макро- и микроэлементы. Все это находится внутри семян льна. И пока вы оболочку не разрушите. Иными словами не разжуете все семена до однородной консистенции. Вы это добро все не получаете. А получаете только слизь. Очищение кишечника. Ну и торможение обмена веществ. Бонус для онкоклеток. Для которых кислород не нужен. А ваша иммунная система будет голодать в бескислородных условиях. Так и ваш организм. Более того. Когда цельные семена льна попадают в кишечник. Присутствует вероятность попадания плотного семени. Между ворсинками кишечника. В складочках кишечника. И там может быть местный некроз. И если эта ситуация разыгрывается в верхних отделах тонкого кишечника. У вас нарушается переварение пищи. Если вы в нижних отделах тонкого кишечника. У вас нарушается всасывание пищи. Конечно помочь пищеварению ферментными препаратами можно. Но! Где произошла проблема? Где произошла катастрофа в кишечнике с помощью цельных семян льна? Вы не знаете! Без разницы у вас нарушилось переварение пищи либо всасывание. В любом случае вы питаетесь не для себя. А кормите патогенную микрофлору в кишечнике. Поэтому цельные семена льна. То ли в чистом виде. То ли после термической обработки я бы не советовал вам применять. А можно использовать настой из семян льна. И обычно настой готовится. Берете семена льна. Помещаете на водяную баню. Заливаете холодной водой. Настаиваете на кипящей водяной бане 15 минут. И после водяной бани 45 минут настой готов. Готовить так семена льна можно лишь несколько дней. В случае обострения язвенной болезни либо гастрита. Гастродиоденита с выраженным болевым синдромом. Вы уберете болевой синдром. У вас улучшится качество жизни. Но дальше лечение нужно проводить правильно. И такой настой больше не использовать. Тем более отвар из семян льна. Когда готовят такую густую слизь. Которую очень сложно проглотить. Поэтому цельные семена льна я бы не советовал вам использовать для очищения кишечника. Иными словами очищение кишечника семенами льна не измельченными в домашних условиях не стоит проводить. Потому как далее лечение начнется в условиях стационара либо реанимации. Можно вызвать и проводение кишечника. Перитонит. Кровотечение из кишечника. Вот такие они непростые семена льна. Если использовать их в цельном виде. Поэтому значительно более эффективные использования семена льна. Это семена льна измельченными. Да! И способы различные. Их можно использовать для присыпки пищей. Эти полезные вещества, которые находятся в измельченных семенах льна, способны перевариваться, всасываться и улучшать ваш уровень здоровья. Только в том случае, если это не измельченные вами семена льна. И мы с вами купили семена льна. Измельчили кофемолкой, измельчили блендером. И употребляете пищу самостоятельно. В этом случае опасность отравления хронического синильной кислотой увеличивается в 7 раз. Когда вы их измельчаете, у вас еще и добавляется та синильная кислота, которая находилась внутри. И в домашних условиях вы вряд ли сможете полноценно избавиться от синильной кислоты. А если вы правильно выбрали производителя шрота семян льна или клетчатки семян льна. Который побеспокоился о вашем здоровье и избавился от синильной кислоты. Вот тогда все полезные вещества становятся вашими. И здесь вариантов для очищения кишечника семенами льна сразу несколько. Самый простой вариант — это использовать семена льна с кефиром. Как вы понимаете, цельные семена льна с кефиром не пройдут. Вы можете, конечно, их тут использовать. Но нужно поместить в кефир цельные семена льна хотя бы дня за 3-4 до того, как вы их будете употреблять. Иными словами, вода, которая находится в кефире, разбудит семя. В нем пойдут процессы прорастания. Оболочка разрушится. И вот те полезные вещества, которые теперь становятся доступными, могут быть доступны и вам. Но вопрос — в какой мере изменится содержание синильной кислоты? Я такой информации не имею. Если она у вас есть — напишите в почту. Поэтому лучший вариант, конечно, использовать шрот семян льна или клетчатку семян льна с кефиром. Да! Такой способ очищения кишечника есть. Он работает. Но! Опять-таки! Не сами вы должны приготовить шрот или клетчатку из семян льна. А купить у правильного производителя, который удалил отсюда синильную кислоту. Очищение кишечника, конечно, будет происходить. Вес вы тоже таким способом можете снизить. Но! Есть еще один нюанс, который нужно знать и понимать. Когда вы используете просто семена льна с кефиром. Иными словами нет термической обработки. Те белки, которые находятся в семенах льна. Они не могут быть полноценно переварены. Кефир в желудке не должен находиться длительное время. Функцию желудка выполнили молочнокислые бактерии. Поэтому семенально они смогут достаточное время побыть в желудке. Уйдут в кишечник. И там будут подвергаться заниению. Белки будут с удовольствием использовать представители патогенной микрофлоры. Награждая вас токсичными продуктами своей жизнедеятельности. И очищая так кишечник регулярно. Вы как минимум провоцируете в кишечнике развитие дисбактериозов. И если верить Мечникову, то дисбактериоз кишечника — это минус 30% вашей жизни. С легким таким урчанием, ворчанием в кишечнике. Когда патогенная микрофлора пользуется вашими цельными, хорошими, полезными семенами льна. А вы получаете продукты с жизнедеятельностью. У вас повышается уровень мочевой кислоты. И может появиться даже такой диагноз как подагра. Если у вас есть к этому склонность. А если склонности к подагре нет. То продукты гниения белка, выделяющиеся через почки, будут безусловно нарушать работу почек. И у вас может образовываться как солевой диатез, так и мочи каменная болезнь. А также пилонефрит и почечная недостаточность в не такой уж отдаленной перспективе. Поэтому я бы не советовал использовать семена льна измельченные с кефиром. А добавлять в горячую пищу. Я бы даже сказал добавлять в пищу, которая готовится на этапе приготовления. Да! Вы можете кашу, которую вы готовите, обогатить ее полезными веществами семян. Для измельченных правильно очищенных под синильной кислоты. Вы реально обогатите этот продукт питанием. И получите больше пользы. Вы можете добавлять какой-то суп. Добавлять к рагу, которая готовится. Без проблем! Опять-таки делаю акцент правильно приготовленные, а не измельченные самостоятельные. Не полученные измельченные семена льна из цельных в домашних условиях. В этом случае у вас появляется серьезная опасность для вашего здоровья и для вашей жизни. Вот несколько способов очищения семян льна. Не самые простые. Я вам рассказал. Но! Несколько. Которые можно легко и просто использовать для очищения кишечника. Очищение организма. Конечно, не зря тут стояла моя книга. Что делать, если у вас есть печень и почки? Или секреты здоровья? Очищение организма примерно на 70% производит печень. Если вы питаетесь правильно. И одновременно происходит очищение кишечника. Очищение крови примерно на 20% от водорастворимых токсинов. Если вы правильно пьете воду на фоне правильного питания. А не наоборот. Когда вы просто пьете воду, а питаетесь как питаетесь. Если ваша печень не может полноценно очищать кровь. И обезвреживать своими ферментными системами те токсины, которые попадают в кровь разными путями. Они могут с водой удаляться через почки в активном виде. И почки будут страдать. И почки будут нарушаться их работа. Поэтому для правильного очищения организма нужно использовать правильные средства и методы. А чтобы очистить кишечник пожалуй самым безопасным способом. Который вы реально можете провести в домашних условиях. Иными словами очищение кишечника семенами льна в домашних условиях самое безопасное. Это если вы приготовите холодный настой из семян льна. Я его держал до последнего. Вот такой хороший настой. Который настаивается в холодной воде. Вы видите прозрачность воды соответствует. Слизь уже здесь есть. И употребляя эту слизь. А семена льна вы выбрасываете. Вы их не употребляете в пищу. Вот эта слизь перемещаясь по кишечнику. Может усиливать перистальтику. А набухая в кишечнике способствует еще и связыванию части токсинов. Иными словами те токсины которые попали в кишечник. Или образовались в нем. Слизь семян льна сможет связать и вывести. И у вас происходит не только очищение кишечника семенами льна в домашних условиях. Но и очищение крови. Потому как токсины уже в кровь не попадают. А те шлаки и токсины которые выделились в просвет кишечника. С помощью секреторного аппарата кишечника. А именно со слюной. С желудочным соком. С соком поджелудочной железы тонкого кишечника. И конечно же с желчью. Также могут остаться в слизи семян льна. И покинуть ваш кишечник вместе с очищением кишечника. Пожалуй самым безопасным способом. Потому как при любом состоянии желудочно-кишечного тракта. Любые воспалительные процессы в любом месте присутствуют. Слизь семена льна в данном случае не противопоказана. Она не нарушит работу ни желудка, ни поджелудочной, ни тонкого кишечника. Единственное что поможет толстому кишечнику вовремя очиститься. И это польза для вашего здоровья. Поэтому несколько способов очищения кишечника я вам обозначил. А вы сделаете свой уникальный выбор. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео. Не забудьте поставить на это видео лайк. А я подумаю какое видео написать на тему здоровья и активного долголетия. И опубликовать на своем канале. До новых встреч на моих каналах доктор Скачков и школа доктора Скачков.